Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях Александр Бухарин, молодой поэт, артист Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Александр Бухарин – лауреат премии «Первая роса» и лауреат конкурса «О войне написано не все». Приглашаем вас на встречу с молодым поэтом. Добрый день, меня зовут Бухарин Александр Викторович. Я родился в городе Ульяновске в 1990 году в семье врачей. Мой отец, Бухарин Виктор Александрович, был замечательным лор-врачом. За свою жизнь он добился больших высот в своей специальности, замечательно учился и также был неоднократно отмечен в своих успехах в работе. В последние годы он работал в 4-й поликлинике города Ульяновска за Свиягой. Моя мама, Бухарин Любовь Викторовна, работала фельдшером скорой помощи на Засвияжской подстанции. И тоже всю свою жизнь помогала людям. Кругом безмолвие, час ночной, пространство меж тобой и мной, пижама давит, как окова. Глотаешь воздух бестолково, и воздух будто вороной, и шорох, как удар подковы. Наш штурм идет безликий враг, его густой скрывает мрак. Но каждый воин бастиона здесь стоит копии легиона, готовый, спрятав белый флаг, ждать своего Багратиона. Глуха больничная стена, ей крепко скорбь окружена. С надеждой имя называя, я слышу, как сквозь сон, живая. И вновь, который раз без сна от заплутавшего трамвая, замолк. И в городской черте все покорилось немоте. Как у столпа в густом тумане, у той победы стертой грани. Ты выйдешь с солнцем на щите, прижав к лицу отрезок ткани. Это стихотворение посвящено маме и тем врачам, которые сейчас на, можно сказать, боевом посту. Мама не так давно лежала в больнице. И от переживаний, связанных с этой ситуацией, было написано это стихотворение. Хочу сказать спасибо своим родителям, особенно своему отцу. Так как, если бы не его участие в моем воспитании, не его терпение, забота, его собственная вовлеченность в процесс, так как он лично все это контролировал, лично вникал во все вопросы моего воспитания, то, я думаю, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас на данный момент. И мои успехи, это, я думаю, абсолютно без преувеличения, можно сказать, это успехи моих родителей, это их заслуга. Итак, в возрасте 8 лет я был приведен в музыкальную школу, начались мои регулярные занятия на музыкальном инструменте. Я был отдан в класс скрипки. Вначале я занимался в ДШИ номер 11, в Дальнем Засвежье, а потом, по рекомендации своего педагога, меня перевели в областную детскую школу искусств на Ленина. И заканчивал я уже ее... Моими учителями были... Начинал я у Покровской Ирины Николаевны заниматься в 11-й музыкальной школе, а заканчивал свое обучение у Куровой Татьяны Михайловны, которая, к слову, до сих пор преподает сейчас в областной детской школе искусств, воспитывает... до сих пор воспитывает талантливых скрипачей. Так как моя жизнь неразрывно связана с классической музыкой, следующее стихотворение хотелось бы прочитать. Оно посвящено Моцарту. Я думаю, наверное, каждый из нас слышал об этом выдающемся композиторе. И это тот случай, когда... Моя работа и мое литературное творчество слились воедино. Моцарту Работа, Господи, твоя ли, из миллионов одного? С рождения грации стояли у ложа матери его. Гони мы серую толпою, где трус глупца с собой волок. Он для общения с тобою искал укромный уголок. Чьи с детства нам знакомы звуки от мала и до велика. Его ли сотворили руки? Твоя ли, Господи, рука? Он лирой путь пробил для света. Увы, невидимый пока и канул. Дивная комета, а музыка ушла в века. К слову сказать о моем развитии, оно не ограничивалось только музыкальной школой. Мой отец с детства прививал мне любовь к чтению. Наверное, отсюда и... Наверное, это и вылилось в мое увлечение сейчас литературой. Он с детства, я не скажу, что заставлял меня читать, но под различными передлогами, иногда и читая со мной, иногда читая мне зачастую, незаметно вовлекал меня в процесс познания литературы. Хотя сам он не был литератором, он не писал ни стихи, ни прозу, он был читателем. Но любил литературу, коллекционировал книги, то есть все книги, которые у меня сейчас есть, это его заслуга. Он находил эти книги, покупал, обменивал, то есть создавал домашнюю библиотеку. Также в школе, в общеобразовательной, у нас были задания по подсчету просчитанной литературы, то есть родители должны были фиксировать, сколько ребенок читает, что он читает. И опять же, это должно было контролироваться родителями. Так вот, мой отец завел тетрадку и записывал все, что я читал. То есть это опять же к вопросу о том, что он не слепо смотрел название и делал что-то просто для отчетности. Вот, то есть его это так же живо интересовало, порой даже больше, чем меня. Вот. Он все записывал, подмечал, расписывался, следил, чтобы учитель все это просмотрел. То есть очень переживал за мое воспитание. Также не могу не отметить, что в нашем доме всегда звучала классическая музыка. То есть он был, наверное, можно назвать собирателем классической музыки, собирателем записей. Тогда еще были грампластинки. То есть дома до сих пор сохранилась коллекция грампластинок. Большущий ящик вот, со всевозможными записями. Чего там только нету. Вот. И в доме всегда звучала классическая музыка. То есть, опять же, это, я считаю, что это было ненавязчивое приобщение к музыкальной культуре. То есть, тогда для меня это был просто фон. Я, возможно, не придавал ему большое значение, но осознаешь только, насколько это ценно только спустя какое-то время. Я к морю вышел за ворота, шаги легки. Зажег в тумане звезды кто-то и маяки. Печальный крик над шире языбкой, то чаек крик. Мне руку протянул с улыбкой слепой старик. Кружатся пары, платья, фраки, как мотыльки. Огни судов близки во мраке недалеки. Мну травы, ярче изумруда, земли шелка. В моей руке какое чудо твоя рука. К периоду учебы в общеобразовательной школе нужно отметить мои первые опыты в стихосложении. Вот они не сохранились. Это были юмористические стихи, нечто вроде карикатур, стихотворных карикатур на одноклассников. То есть это была попытка характеризовать своих одноклассников через стихи. На тот момент это были шалости, это были шалости, не боли. Закончив музыкальную школу одновременно с общеобразовательной школой, я поступил в музыкальное училище, в Леновское музыкальное училище. Сейчас оно называется имени Шадриной. Там я проучился четыре года по специальности скрипка. Об учебе в музыкальном училище остались только положительные впечатления, до сих пор с теплотой вспоминаю. Также у нас был замечательный педагог, она вела несколько предметов, в том числе и литературу, так как сегодняшняя наша беседа затрагивает в частности литературное творчество. А это Телемакова Галина Викторовна. Тоже потрясающий педагог, очень интеллигентная, это сверхобразованный человек, а к сожалению сейчас уже ее нет с нами. Возможно, также на ее уроках литературы я получил некий толчок к познанию, толчок, скажем так, к самостоятельному изучению литературного творчества различных авторов. литературного тот литературный путь, если можно его так назвать, мое литературное образование, которое началось с родителей и продолжалось в дальнейшем, оно в итоге подтолкнуло у меня к попыткам перенести свои мысли, перенести свои переживания на бумагу, к попыткам выразить свои эмоции через стихи. Первые осмысленные опыты я мог бы отнести наверное к семнадцатому году, когда стихотворения наконец-то начали фиксироваться, записываться, и с того момента я начал более внимательно относиться к своему творчеству. Принимал участие в конкурсах первая роса в региональном молодежном литературном конкурсе первая роса. В начале в девятнадцатом году я стал лауреатом, и в следующем году я стал победителем этого конкурса в номинации поэзия. Примерно с того же периода я стал посещать собрание молодых литераторов Ульяновской области под председательством Александра Дашко. что хотелось бы сказать про данное мероприятие. Я бы порекомендовал всем молодым авторам, желающим заявить о себе, желающим получить грамотный разбор, грамотную критику своих произведений, то есть узнать мнение со стороны, со стороны, что очень важно. Я это подчеркну, я бы посоветовал не стесняться и приходить на совещание молодых литераторов, приносить свои произведения. Я еще раз повторюсь, это очень важно, это очень полезно услышать о своем произведении мнение со стороны, так как я думаю, что любой автор, любой автор, он порой пребывает в некотором можно назвать это упоении собственным произведением и порой не видит некоторых огрехов, некоторых недостатков. Ему кажется, что у него все замечательно, что это очень хорошо звучит, очень ладно. Также я был приглашенным участником на двух литературных фестивалях, которые прошли недавно. Это литературный фестиваль имени Михаила Онищенко в городе Тольятти он был в сентябре. Это был мой первый литературный фестиваль. И также совсем недавно проходил фестиваль Корифеи в городе Уфе. Также молодежный литературный фестиваль в городе Уфе. Что хотелось бы сказать, какое мнение у меня создалось о прошедших мероприятиях. Я считаю, что данные мероприятия очень нужны. Что подобные фестивали во-первых, во-первых, очень позволяют сплотиться молодым литераторам с различных уголков России, с различных городов, порой очень далеких друг от друга, познакомиться друг с другом, сообщить друг другу свои взгляды на литературу, на стихи, на прозу, обменяться этими взглядами. И опять же, повторюсь, услышать мнение о своем творчестве со стороны непредвзятое мнение. Причем хотелось бы подчеркнуть, что все разборы, которые происходили и на литературном фестивале имени Онищенко, и на литературном фестивале в Уфе были проведены очень грамотно, без какой-либо предвзятости, без грубости, без хамства, были проведены на высоком уровне, за что хотелось бы поблагодарить организаторов, поблагодарить мастеров, которые руководили разборами подытоживая. Хотел бы посоветовать молодым литераторам, которые задумываются о поездке на литературные фестивали и, возможно, чего-то стесняются, чего-то боятся, хотел бы посоветовать ехать, не раздумывать, ехать, знакомиться с другими талантливыми ребятами, заявлять о себе, заявлять о своем творчестве, получать объективную оценку своего творчества, получать ценные советы, получать напутствие, которые, безусловно, помогут молодым литераторам развиваться, двигаться дальше. Также хотелось бы сказать о публикациях своих работ. Неоднократно мои стихи публиковались в литературном журнале «Симбирск». Последний раз вышла подборка моих стихов в журнале «За октябрь». Хотелось бы прочитать несколько своих стихотворений. Ларисе Михайловне «Безденежных» Грохочет гром Вскочить с постели И распахнуть Окошко В сад Где Из небесной Колыбели К земле Седой Стремится Град Удар Раскатный За ударом Горошком На тропинках Лед Земля Иссушенная Жаром Губами Жадно Воду Пьет Но вот Стихает Беспорядок Царит В растрепанном Саду Лежат Побитые Межгрядок Цветы Не ждавшие Беду Следующее стихотворение Я Посвятил Своей девушке Которую очень люблю И которая Является Стимулом Для Написания Стихотворений Которая Часто побуждает Меня к творчеству Стихотворение Родилось Из следующей ситуации Я не знал Какой цветок Она более оценит Цветок Срезанный Или живой цветок В горшке И я Не зная Что выбрать Подарил ей Два цветка И Из раздумий Об этом Родилось Следующее Стихотворение Возьми В подарок Два цветка Даю тебе Какой дороже Как будто На зеленом Ложе Два задремавших Мотылька Вот первый Опустив сосуд Залей водой Его от муки Твои заботливые руки Пусть ненадолго Но спасут Другому Жизнь Предрешена Он Сладость Трепетных Созвучий Среди Застолья Шум кипучий В богале Пенного вина Для чутких Не нужны слова Им Утешающим Друг друга Чистебли Тянутся Упруга Навстречу Листьями Едва Соприкасаясь Так Легка Раскинув Платье Сядешь Рядом У ног Блестят Своим Нарядом Два Задремавших Мотылька Стемнело Еле уловимый В окошке Ельник Хмурый Плес Мгновение И проходит Мимо Вагон Подмерный Стук Колес Горячий Шепот За стеною Люблю Неведомо Кому Пространство Делится Луною На полусвет И полутьму Дерев Мелькающий Плечи И гора Теней Под потолком Пустые Тягостные Встречи И мысли В суе Ни о ком Утро Травы В ине В плен Заключены Хмурым Небо Синее Стало До весны Звонок Лес Охотою Гулок Стук Подков В листьях Спозолотую Звук Твоих Шагов Поднят Зверь Визгливыми Голосами Псов Гонят С переливами В поле Из лесов В воздухе Расколотом Съежились Дома То Пугает Холодом Близкая Зима Благодарим Александра Бухарина За участие В нашей Программе Молодой Прозаик Алина Осокина Представляя Александра Бухарина В рубрике Молодые Голоса Журнале Симбирск Написала Так Молодой Поэт Работает В классической Традиции Стихосложения Стихи Александра Проникнуты Тонким Лиризмом Они Воздушны И Невесомы Музыкант По профессии Александр Бухарин Чувствует Музыку Музыку Слова Его Стихи Мелодичны И Глубоки По сути Наверное Прослушав Программу С участием Александра Бухарина Вы Сами Могли Убедиться В правоте Этих Слов Желаем Герою Нашей Программы Всего Самого Доброго Радости Творчества Всего Доброго И вам Дорогие Друзья Дорогие 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 Продолжение следует...